Хочу напомнить, что капитальный ремонт в школе проводился с 1 апреля 2011 года по июль 2012 года. И после проведенного ремонта были выявлены в спортзале вековы поражения плесени и трещины. Так, в 2014 году проведено обследование спортзала компании ЭПИ-центра и выдано подключение обживания горды. И вот начиная с 2014 года мы наблюдаем зафиксированные на бумаге пления между департаментом и школой 34 в лице директора и родителей. Родители в этом году просто телеграм-канал взорвали у нашего губернатора Коксева, но тем не менее ничего так и не решено. По поводу модуля, хотелось бы сказать, как вы представляете этот модуль, который будет находиться на юнатке, и как дети, развлеченные после физкультуры, будут входить в этот модуль и до. То есть это опять же простудные заболевания и все такое прочее. Наша бывшая директора Сахаровская Татьяна Ивановна обращалась в департамент образования и другие организации по поводу этого спортзала. И еще на момент гарантийного срока выполнения капитального ремонта обращалась и говорила о том, чтобы восстановили ремонт в спортзале. Но мы не помним, ей было сказано о том, что спортзал не предусматривается в капитальном ремонте. Сейчас, смотрите, я думаю, на этой территории, на этой школе есть спортзал. Администрация говорит, надо новую строить, а вы предлагаете его отремонтировать. Можно ли меня отремонтировать? Отремонтировать его нельзя. Более того, я бы хотела сказать, что и спортзал по, как бы вот сейчас нам говорят о спортзале, да, общаясь с нашими родителями и в том числе с педагогами, как бы наша школа, хотелось бы сказать, она рассчитана на 700 человек детей, а входит туда больше тысячи. Наша школа находится рядом с известным предприятием ИАС, который является самым большим налогоплательщиком Иркутской области. И вот родители по предпочтению и по удаленности предпочитают школу номер 34. Переполнены у нас классы. Наши классы не соблюдаются нормам Сан-Пин. Екатерина Владимировна, я могу сказать, что то, что вы рассказываете, находится у меня на опыте. И если каждый из депутатов спросит, то у всех находятся то же самое. Ну, в моем примере, там, школа в 63, да, там, рассчитано на 800 человек, 1600 участвуют. Я понимаю, как бы это история, которую мы все, к сожалению, знаем. Вопрос в ваших предложениях. Что вы хотите сделать? Что в ваших предложениях? Какое? Мое предложение, сейчас я услышала, что уже не рассматривается, хотя в последнем письме отвечала администрация о том, что они рассматривают вопрос об установлении модуля или переноса школы. То есть они на эту территорию планируют рассматривать вариант или ФОК, или школа. Вот. Так вот, о чем говорит Николай Петрович, потому что 9 лет, мы слушаем это все. Все понятно. Ну, все понятно. Проблема известная, как бы ее... Я просто хочу сказать, что жилищные комплексы у нас за год вырастают, наш жилищный комплекс Гравиной рядом с заводом и Полковский сейчас. И дети еще прибавятся. И опять придут в нашу школу. И будет так же, 1600, может быть, 2000. И как бы это не решение проблемы, а время так и идут и с местами сбираются. Нет. Вопрос. Давайте переходим к вопросам. Присаживайтесь. Перевал. Добрый день. Суданна Дмитриевна, у меня был вопрос. Я не совсем понял. Согласно тексту экспертизы, которую Николай Петрович засчитал, то есть там речь идет о демонтаже вот этого здания. Ну что, нельзя на месте демонтированного здания построить новый блок? Обязательно заменим участок? Первое, я не поняла, что за эксклюзивом, поэтому мы взглянемся в прямом, да? Это очень хорошо, я говорю, что я взгляну. Второе, вы знаете, в своем время одно, но и все прочее, даже если не существовал, там есть спортивный зал, мы не можем поставить ровным учетом на этом же месте, для спортивный зал. Все знают наши параметры. Сегодня эта тема уже обсуждалась, что, к сожалению, я могу только зрение принести, например, на школу на 500 мест 55 квадратных метров земельного участка нужно на человека. Ну, то есть, представляем, какие-то это должны быть площади. Но, к сожалению, современные такие вот нормы установлены. То есть, в рамках, ну, у нас здесь экспертиза, да? Мы не можем поставить маленький зал. Мы это рассматривали в девятой школе, вот, вместе с вами, да, рассматривали. Вроде и территория большая. Ну, ладно, проблема сети посередине участка там идут на этой территории. Ну, стоят эти вспомогательные помещения, перенести. Вроде внешне действительно округло. А невозможно поставить спортзал, точно так же об этом же что-то есть, потому что, к сожалению, мы не проходим современным параметром. У нас нет отступов, у нас нет пожарных проездов, ну, и прочее, прочее. Я-то хотел сказать о том, что экспертиза у нас призывает, да, то есть она требует, чтобы здание, предназначенное для спортзала, его снесли. То есть демонтировали. Недостаточно участка. У нас же есть другие термины, там, реконструкция, реставрация. Мы здесь не можем... Термин реконструкция это то же самое, но по сути новое строительство, это опять прохождение экспертизы, это наша норматива. Реставрация. Капитального реакта нету такого понятия здесь, реставрация. Общего участка для меня совершено. Вот, соответственно, реставрация, по сути, реконструкция не походит, реставрация это не сделает, пока премост, да, и не походим. Хорошо, а что с демонтажом? Ну, в любом случае, если он и будет осуществлен демонтаж, то демонтаж-демонтаж. Если, допустим, будет строительство нового, правда, строительство нового модуля, будет осуществлен демонтаж. Нет, только демонтаж требует произвести немедленно, то есть 8 лет назад экспертиза была. Да, это есть некий вопрос. Просто мы для себя даже маленечко должны с вами представить, да, если, предположим, вдруг сейчас будет демонтироваться и школа на это пойдет, ну, экспертиза, скорее всего, вот эта вот, не старительная никакая, а экспертиза, вот, природная, просто предназорная, что-то такое по поводу демонтажа. Так вот, представляете, если сейчас произойдет демонтаж, ну, закроет спортзал, дети куда могут ходить? Рядом есть стадион, я немного не представляю. И мы ходим в спортзал, у нас же нет. А, вот, то есть руку не будет. Ну, значит, школа должна, комитет по социальной политике, школа принимать решения, просто демонтажей, спортзалом делать проектные решения и закладывать на это средства. Это просто жопсорей. Спасибо.